Дмитрий Глуховский Не от мира сего Читает для вас Артем Назаров Над крышами грановитой палаты, Над колокольней Ивана Великого, Над государственным кремлевским дворцом Плыл легкий белый дымок. Морозный воздух пах необычно, Вроде бы гарь, но сладкая, Странная. Раньше ее списывали на ароматное испражнение труп Красного Октября, Но шоколадную фабрику давно попилили на лофты и галереи, И поэтому казалось, что воздух подслащивают специально, Чтобы отбить какой-то другой, тревожный привкус. Отец Мефодий, вышедший подышать за компанию с соскучившимся по куреву Зыкиным, Дымок сразу приметил. Обернувшись к Зыкину, который ломал спичку за спичкой, пытаясь прикурить, Он с невинным видом поинтересовался. «Что? Уже прогреваете?» Зыкин ответил не сразу. Сначала зачем-то протер крупный значок с державным триколором на лацкане строгого пиджака, Потом затянулся. Наконец кивнул. «Проверяют исправность». «От ваших, кстати...» Он кивнул на старинную, но все такую же стройную, словно Людмила Гурченко, колокольню. «Тож дым валит». «Колокольня Ивана Великого не в собственности, РПЦ», — мягко возразил отец Мефодий. «С семнадцатого года после большого передела ваши отобрали». «А храм Христа Спасителя?» Не отставал Зыкин. «Вчера ночью ехал мимо. Гул от него, как на Байконуре». «Бдим и молимся всея ночно», — отец Мефодий потупился. «О спасении человеков от страшной напасти, от гнева Господня». «А сами тем временем лыжи навострели», — Зыкин очертил окурком плавящиеся на ярком декабрьском солнце золотые кресты. «Мы можем лишь молиться, предотвратить катастрофу не в наших силах», — печально вздохнул священник. «Это удел мирян». «А я думал, раз речь идет о внеземном, вы как раз могли бы вмешаться», — остро глянул на него Зыкин. «Увы», — отец Мефодий потряс головой. «Вы можете представить себе, как прискорбно нам будет расстаться с этой землей, но иного выхода нет». «Так не осуждайте и нас», — нахмурился Зыкин. «Пойдемте внутрь, батюшка. Незачем дышать этой дрянью». Бутафорские и Екатерининские гвардейцы открыли перед ними двери в неимоверных размерах бело-золотой зал, битком забитый основательными гражданами, в добротных костюмах и бородатыми мужами в черных рясах. Меж них сновали учтивые официанты с тяжелыми подносами, но собравшимся, похоже, было не до еды. Зал гудел разворошенным ульем. Тут были и люди с депутатскими значками, и министры, и чины из администрации президента. Где-то в глубине, в плотном кольце архиепископов и секретарей, негромко, но внушительно вещал патриарх. Богатыри с прозрачными завитками наушников и парализованными лицами протащили к выходу задержавшегося дольше положенного телеоператора. Щелкнули и заперхали динамики, и тут же в зале воцарилась тишина. А, колонки проснулись и заговорили. Негромко. Довольно высоким, но очень уверенным голосом. Из-за столпотворения Зыкину не было видно говорившего. Но этот голос он не смог бы спутать ни с чем другим. Уважаемые коллеги, друзья, как вы знаете, над землей нависла страшная угроза. Наша радиокосмическая разведка сообщает о приближении небесного тела. Динамик зашуршал бумажкой. Астероида ZX-716A. Его вес превышает 3000 тонн, и по всем расчетам он столкнется с нашей планетой всего через две недели. Американские фондовые рынки открылись очередным падением, озабочно сообщила ведущая, выглядывая с телевизора в убогую кухоньку. Золотовалютные резервы России на этой неделе выросли на полтора миллиарда долларов. Во Владивостоке продолжаются спасательные работы на месте обрушения пятиэтажного дома. АвтоВАЗ объявил о сокращении 500 рабочих мест. И только что мы получили кадры из Кремля. Антон Алексеевич откупился ириской от занывшей со скуки внучки и, макнув картофельну в соль, сделал погромче. Раздосадовно посмотрел на постепенно возбуждающийся чайник со свистком, подошел к эмулированной старой плите и перекрыл чайнику газ. Глянул в загаженный двор, огороженный белыми блочными пятиэтажками, иссеченными такими жирными швами, будто их собирали, как франкенштейны из трупов разных домов. Торжественный прием делегатов Вселенского собора в присутствии депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации. Уникальное событие, объединившее первых лиц духовенства и первых лиц государства. Антон Алексеевич плеснул в чашку со сколотой золотой каемкой жидкого чаю и, близоруко щурясь, подошел поближе к мерцающему экрану. Зашевелил губами. Обсудили выход из экономического кризиса, финансирование социальных программ, поддержание здорового нравственного и психологического климата в стране. «И те же самые Харри, что и тридцать лет назад», пробубнил Антон Алексеевич, ткнув жирным пальцем выпуклый экран. «Кто-то помер, конечно, кто-то подрос, а вот этот, как его, и вот еще, видать, оттуда только ногами вперед», вздохнул он. «И в завершение выпуска о погоде», умиротворяющий улыбнулась ему телеведущая. В зале раздались сдержанные аплодисменты. Хлопали, разумеется, неизвестию о том, что в скором времени гигантская глыба протаранит Землю. Нет, просто показывали, что тронуты неподдельным патриотизмом президента. «Да, именно с нашей планетой», почувствовав, что взял верную ноту, закрепил успех говорившей. «Потому что планета, на которой родились мы все, на которой появились на свет наши дети, наши. Именно поэтому решение, которое я принял после совета с патриархом, далось мне не так легко». Из зала все расходились подавленные, погруженные в свои мысли. Зыкин вплоть до самых последних слов президентского обращения надеялся, что будет найден другой выход. Отец Мефодий, который понуро брел с ним рядом, волоча пол и рясы по бурым лужицам, молчал. «Что?» «На юга-то не хочется?» — невесело спросил у священника депутат, кивая на солнце. «Да уж, прижились мы тут, чё там?» — хмуро отозвался батюшка. «Да мы-то ладно, спасемся. Паству бросать жалко». «Мне знаете, всегда нравилась эта ваша прямота. Никаких икивоков!» — хмыкнул Зыкин. «Паства. Ведь от слова «пасти» так. А пастырь — это просто пастух, да? «Стадо», — выражаясь современным языком. «Ну да», — рассеянно кивнул отец Мефодий. «Всё честнее, чем электоратом звать. Они ж ничего не выбирают, а уж тем более им не попасть в избранные. А доили вы их не меньше нашего, если вы на это намекаете. Только вам от них одно нужно было, а нам другое. Богу, как говорится, богово, а кесарю — кесарево». «Вы, между прочим, тоже аборигенов не брали», — отметил депутат. «Мы с ними игр хотя бы не затевали. Веками внушали, что власть даётся свыше. Что вам всё не имётся? Да ладно, батюшка! Что нам теперь-то делить? Досадно всё это просто». «А нам-то как?» — всплеснул руками тот. «Ведь только-только с вами заново договорились по-человечески». Он не сдержал невольной улыбки. «Только стали об обидах забывать, за семьдесят лет накопленных. Только вера у паствой стала крепнуть, потоком пошла». «И у нас потоком», — почесал голову Зыкин. «Экспорт наладили. Электорат снова приручили за небольшой, в общем, процент. Эх, да что там процент. В магазины сосиски развези, чтоб без очередей да йогурт подешевле. Ну и виски или что там они пьют, чтобы успокаиваться». «Виски, по-моему, не пьют», — с сомнением откликнулся отец Мефодий. «По-моему, вино пьют. Хотя ручаться я б не стал». «Неважно», — отмахнулся депутат. «В стране процветание было. Все себе немецкие машины напокупали на отдых, на Сейшелы, на праведжетах. Им хорошо, и нам нормально. Качай не хочу. Ну или дай и в вашем случае». «Ну нет. Мы еще когда вас предупреждали, что все так кончится? Уже двадцать лет назад стали станции-челноки строить по всей стране», — возразил священник. «Готовились к исходу, но надеялись на вас, на технологию. Думали, сможете отразить». «Если бы там один метеорит», — вздохнул Зыкин. «Так ведь это только флагман нескончаемой армады. Тысячи и тысячи. О, угораздил же Землю оказаться на их пути. Мы уж, знаете, и так отвлекали их, как могли. Все сделали, чтобы аборигены на них внимания не обращали, чтобы не паниковали. Постарались их другим занять. Кризис этот вот. Опять же, цены скинули. Ну и вам от него только польза была. Электорат, лишенный ресурсов, естественным образом превращается в паству. Духовное побеждает материальное, когда заканчиваются деньги». «Да, у нас последний год богатый выдался», — признал другой. «Увы, все хорошее имеет свойство заканчиваться», — грустно подытожил депутат. Выйдя из ворот Спасской башни, они зашагали к стоянке, где обоих под парами ожидали похожие черные авто. «Приятный вы собеседник, батюшка. Да аж странно как-то с вами прощаться». Зыкин протянул отцу Мефодию руку. «Вы слышали?» — смиренно пожал плечами священник. «Наше руководство приняло такое же решение. Полная эвакуация». «Куда же вы теперь? Домой? На Южный Крест?» Депутат оглянулся на вздымавшийся вдалеке мощный силуэт храма Христа Спасителя. «Да, на наш скромный ковчег. И на юга, как вы выражаетесь?» Перехватив Зыкинский взгляд, кивнул батюшка. «Ну а мы? На Большую Медведицу?» Зачем-то сказал Зыкин, будто отец Мефодии сам этого не знал. «Что же?» — улыбнулся ему священник. «Будьте в наших краях, как говорит, с милости просим. Выглядеть я, сами понимаете, дома буду несколько иначе. Надеюсь, не испугаетесь каких-то там щупалец». «А вы, я уверен, сумеете разглядеть мою душу под хитиновым панцирем», — усмехнулся депутат. «Когда-нибудь мы обязательно встретимся». Батюшка вдруг отдал Зыкину карикатурный мушкетерский салют и оба засмеялись. Эвакуация началась через трое суток. Ровно в четыре ночи приторный дымок, все струившийся над Кремлем окреп, загустел, окутал мглою царь-пушку и царь-колокол, дворцы и музеи, заполнил огромную чашу кремлевских стен до края и выплеснулся наружу. Неистово загудела земля, словно собака, вернувшаяся с прогулки и отряхивающая мокрую шерсть, затряслась, завибрировала кутафья башня, потом разом слетела с нее шелуха кирпичей, и обнажился литой корпус, словно металлический, но удивительный, цвета расплавленного олова, без швов и иллюминаторов. За кутафьей последовала Боровицкая, за ней Арсенальная и Сенатская, все, кроме Спасской. Повинуясь неслышному сигналу, корабль, скрывавшийся в первой башне, похожий не на ракету даже, а на поставленный на попа Цепелин, вырвался из асфальта, из брусчатки и бесшумно ушел в небо. Стартовали следом за ним и остальные башни, делая кремлевскую стену, похожей на старческую беззубую челюсть. И тут город накрыл невообразимый рев. Горделиво, неспешно высвобождаясь из-под бетонных плит, стряхивая штукатурку и позолоту, над Москвой поднималось циклопических размеров судно. Не линкор даже, а нечто доселе невиданное. Взлетал храм Христа Спасителя. За ним, пропустив титана вперед, выстрелили десятки небольших спасательных челноков, упрятных в часовнях и монастырях, в церквях всех мастей. Через четверть часа столицу было не узнать. Город словно повторил судьбу Дрездена. Незыблемыми оставались лишь Спасская башня и колокольня Ивана Великого. На полпути между ними, одинокие, застыли две фигурки. — Простите, есть ли что не так? — сказал президент. — Я пойму вас, есть ли вы все еще держите на нас зло за ту историю с Никоном и за 37-й? — Ну что вы, быльем поросло, — улыбнулся в бороду патриарх. — Ведь в конце концов мы неплохо сработались. Улыбаясь друг другу тепло и не вполне искренне, как Сталин Рузвельту в Ялте, они распрощались. Президент нырнул в боковую дверцу Спассской башни, патриарх поднялся по ажурной лесенке в древнюю колокольню. Еще миг... И две ярчайших звезды метнулись ввысь, теряясь среди других звезд. Если вы дослушали до конца, то я могу предположить, что вам понравилось, а поэтому не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться на мой канал. Также прошу заметить, что я очень рассчитываю на вашу финансовую поддержку для развития канала, так как львиная доля моей аудитории из России не монетизируется. Спасибо. Спасибо.